Я тут был в супермаркете и покупал всё необходимое, и вдруг я покупаю колпачки, 12 бутылок пикантного итальянского соуса и детское питание. И у меня даже нет ребёнка. Как так получилось? Но приготовьтесь. Я уже раскрывал секреты, но любимые инфлюенсеры авиакомпании и та милая официантка вернулись на второй раунд. И теперь я расскажу ещё больше способов, которыми вас обманывают компании. Капля по капля Здравствуй, путник. Какая у тебя забавная одежда. Ах, где же мои манеры? Я великий волшебник в атефакте, а это королевство Ютубе. Прежде чем начать квест, не желаешь ли купить этот крутецкий меч за 2 доллара 99? Представьте, если бы так начинались все мои видео. Во многих играх есть микротранзакции. Платные цифровые товары или услуги, которые увеличивают доход. Сами микротранзакции не так уж плохи. Они раздражают, но обеспечивают непрерывный поток денег на поддержку развития игры, сервера и исправление багов. Но так как они кажутся несущественными, всё может быстро выйти из-под контроля. Один фанат Runescape потратил 62 тысячи долларов на игровые предметы за один год. Но это не сравнится с игроком Transformers Earth Wars, который вложил в игру аж 150 тысяч долларов. Господи ты боже мой! Как люди могут так много тратить на игры? Вот в чём дело. Yoda One, разработчик игры про трансформеров, имеет алгоритм машинного обучения, который распознаёт игроков с наибольшим потенциалом трат с точностью 87% и основывается на их поведении. Заполучив эту информацию, Yoda One предлагает им больше платных возможностей. В среднем игроки тратят где-то 24 доллара в год, но 0,19% главных транжир или китов тратят гораздо больше. Их плата составляет почти половину от общего объёма денег, полученных с микротранзакций. И в играх эти люди носят самые премиальные костюмы и скины, как этот парень, который умудряется забрать всех девушек себе. Да ладно-ладно, не надо так хвастаться. Всё, она твоя, ну хорошо, блин, перестань. Лимитированная глупость Когда живёшь при потребительском режиме Джеффри Безоса и его Амазона, трудно поверить, что в каком-то тайном складе не хранятся миллионы товаров всего, чего мы можем пожелать. Но ограниченное количество не всегда правда. Некоторые компании вводят его специально. Зачем? Выпуская лимитированные товары, они создают больше хайпа. Если вы пытались купить игровую консоль в момент выпуска, то знаете, как это раздражает. Когда Nintendo Wii вышла в 2006 году, выпускали менее миллиона восьмисот тысяч консолей в месяц. Кажется, что это много, но игровые магазины по всему миру с трудом заполняли свои полки. Поддерживая высокий спрос, Nintendo создала чувство эксклюзивности владения VIP, подняв её привлекательность, и тогда она начала производить больше консолей, после чего продажи поднялись до ста миллионов. Впрочем, такое проделывают не только с геймерами, но и с модниками. Бренд Supreme популяризовал метод лимитированной распродажи, выпуская ограниченную продукцию за год. Поклонники часами ждали в интернете и очередях, чтобы купить эксклюзивные товары, которые появлялись по четвергам в 11 утра. Они покупали всё, что выпускали. А благодаря лимитированному предложению, спрос на рынке перепродажи гарантировал Supreme прибыль. Люди покупали нелепые предметы, такие как кирпичи с логотипом за тысячу долларов и огнетушители за полторы тысячи. Если вы не в клубе богатых людей, то трудно понять, зачем люди отдают почку за бутылку для воды Supreme, которая выглядит как почка. Но это натолкнуло меня на идею. Та-дам! Мой клуб богатых детей. Но он очень эксклюзивный. Чтобы попасть в него, надо лайкнуть видео и подписаться на этот канал. Только так вы не пропустите новые интересные видео. Ну, всё, теперь я разбогатею. А пока вернёмся к нашей теме. Сила славы В 30-е годы бейсболист Бэйбрут стал одним из первых спортсменов со сделкой с брендом. А что сейчас? Ну, боксёр Джордж Форман заработал минимум 250 миллионов долларов на рекламе гриля, а Леброн Джеймс рекламирует Найки всю жизнь за миллиард долларов, если не больше. В среднем участие звёзд повышает продажи на 4%. Это кажется небольшой долей, но для многомиллиардной компании вроде Найки это очень много. Впрочем, в последнее время знаменитости становятся амбассадорами и акционерами. Вы слышали про напитки Prime? Эту компанию возглавляют ютубер Логан Пол и KSI. Но им принадлежит лишь 40% акций. Остальным владеет мерчендайзинговая компания Conga Brands, которая за всё отвечает. Был бы бренд успешен, если бы фанаты Пола и KSI знали, что больше половины их денег уходит компанией в Луисвилле. Нет. Слава тут очень важна. Но ведь Prime лучше других спортивных напитков, правда? Не совсем. Они похожи. Да, в них мало сахара, но зато полно искусственных подсластителей, а они могут быть хуже. Думаете, любимый инфлюенсер пил бы Prime, если бы он не получал с этого огромную прибыль? Скорее всего, нет. Это умный маркетинг. Но ведь любимые знаменитости не станут обманывать, правда? Спешу разочаровать. Не все звёзды жадные до денег нарциссы, но некоторые именно такие. Без сомнения, самое худшее из них – это Кардашьян. Они получали деньги за рекламу ужасных продуктов, среди которых были диетические леденцы, коктейли, чай, тренажёр для талии, кроссовки для подтяжки ягодиц, витамины для волос, футболки, фейковый фестиваль и та ужасная реклама Pepsi, которая опошлила движение Black Lives Matter. Вы наверняка скажете, что я бы и сам стал сотрудничать с брендами. Ну да, я бы стал брать спонсоров, у меня с этим нет проблем. Мне просто не нравится, когда людям врут, что у них может быть тело, которое бывает только благодаря личным диетологам, тренерам и хирургам, если они просто выпьют опасный чай. Это безответственно. Инфлюенсеры – ничто без фанатов. И если им в благодарность продают вредные товары, это подло и некрасиво. Бесплатный хлеб. В кафе рядом с моим домом есть милая официантка, и когда я её вижу, жизнь как будто замедляется. И кажется, я тоже и нравлюсь. Когда я прихожу, она мне даёт бесплатные хлебные палочки и улыбается. Но мой друг говорит, что рестораны выдают бесплатную еду, так как это поощряет взаимность у клиента. То есть они делают что-то щедрое, чтобы мы потратили больше. Серьёзно? Например, корзинка с бесплатным хлебом в начале обеда. Хлеб повышает инсулин, из-за чего вы можете захотеть съесть побольше. Или вы не сразу закажете главное блюдо и сосредоточитесь на напитках. А это продукты с одной из наиболее высоких наценок в ресторанах. Так что они легко вернут деньги, потраченные на хлеб. И вот вы уже потратили куда больше, чем планировали. И рестораны вообще вряд ли теряют деньги на хлебе. Он кажется бесплатным, но его стоимость могут добавить в другие блюда в меню. Когда вы видели, чтобы в счёте были такие пункты, как оплата аренды, газа или уроков плавания ребёнка-шеф-повара. Боже ж ты мой, мой друг прав. Меня использовали. Ладно, ещё полно рыбы в море. Я слышал, в другом кафе официантка раздаёт печенье. Эй, красотка, хочешь покрыть меня соусом? Эээ, да, надо бы сменить тактику. Коварные куки. Если вы видели предыдущее видео, то помните, как сайты используют тёмные паттерны, чтобы вы приняли все их куки. Вы уже такое встречали, правда? Кнопка «Принять все» выглядит более привлекательно, чем кнопка «Отказа», если она вообще имеется. Вы соглашаетесь, но хотя куки значит печенье, нет никаких Oreo или других печенек. Конечно же, их и не будет. Когда вы посещаете сайт, браузер отправляет серверу запрос, и страница отвечает крошечным текстовым файлом, который хранится у вас. Это куки. Они позволяют сайту собирать такую информацию, как тип браузера и настройки, и запоминают логин для оптимизации работы. Удобно? Но на каждое Oreo приходится злаковое печенье. Не все куки хорошие. Некоторые позволяют сторонним сайтам, на которые вы не заходили, устанавливать файлы, которые следят за вами в интернете. Они не могут заразить устройство вирусом или кодом, но хакеры могут с их помощью получить доступ и украсть вашу информацию. И это главная проблема. Хорошие и плохие куки смешиваются, и это бывает опасно. Если вы примите все, как делал каждый, то вы не знаете, к чему именно открываете доступ. Что вы думаете? Это нарушение приватности или ничего такого? Может, надо лучше защищать пользователей? Напишите в комментариях. Лживые картинки. Посмотрите на бургер. И на меня. А теперь снова на бургер. Вы задумывались, почему еда в рекламе выглядит сочной и вкусной, а в реальности она как будто повидала жизнь. Снова на меня. Все потому, что в рекламе мы добавляем кетчуп шприцем. И он соблазнительно стекает по краям. В кафе низкооплачиваемые работники стреляют им из водяных автоматов. Снова на меня. А, нет, стоп, на бургер, да. Я уже запутался. В общем, видите, какой он сочный. Это потому, что все ингредиенты по краям. А на самом деле бургер будет выглядеть примерно так. Теперь снова на меня. Может, вы не хотите бургер, а хотите какой-нибудь вкусный сап? Угадайте, что? Там тоже все лежит по краям. А как насчет така? По сути, это мексиканские сэндвичи, но и здесь то же самое. Да, кругом обман. Суть в том, что еда в рекламе и еда в ресторанах значительно различается. И не только в главных блюдах. Посмотрим на гарнир. Думаете, эта упаковка заполнена частично, да? Нет, она пустая. Мы прикрепили картинку картошки фри к коробке, потому что наша ужасна. Ладно, это я уже выдумал, но я бы не удивился. Возьмем, к примеру, эту сырную пиццу. Выглядит потрясающе. Потому что мы склеили кусочки, и сыр стал очень тягучим. Если вы любите сладкое, не думайте, что я о вас забыл. Например, эти оладьи выглядят так, будто покрыты густым сиропом. Ммм. Вот только сироп быстро впитывается. А вот это моторное масло. Вам, наверное, интересно, зачем так портить еду. Все дело в том, что настоящая еда выглядит плохо, но нам платят миллионы, чтобы убедить вас купить ее. Оф, кто это сейчас был? О, бесплатная пицца. На вкус как клей. И все. Когда я прихожу в продуктовый магазин, то всегда удивляюсь, как все дорожает. И хотя мой кошелек стал легче, моя корзинка почему-то тоже полегчала. Оказывается, чтобы не повышать цены, некоторые компании пытаются продать меньше продукта по той же самой цене. Это называется шринкфляция. Она раздражает, но есть ли причина для нее? Компании говорят, что хотя все в цепочке поставок подорожало, они хотят, чтобы люди наслаждались товарами. Пусть это и значит, что они получат меньше за те же деньги. Ммм, чувствуете этот запах? Попахивает корпоративной ложью. На самом деле, компании просто боятся, что если цены вырастут, покупать товары не будут. Поэтому они скрывают изменения либо за той же ценой, либо за небольшим повышением цены, чтобы обеспечить себе прибыль. Это как воровать у ребенка. И некоторые компании буквально обкрадывают детей. Объем детского шампуня Пьюроси был литр 800, а теперь только литр 400. Сомневаюсь, что дети стали меньше. В общем, почти все компании продают меньше, при этом набивая свои карманы. Наверное, в Сабвэйте пережалеют, что сэндвичи основаны на размере. Если бы 15-сантиметровый Саб уменьшился, я был бы в гневе. Цена обмана. У всего в мире есть цена. Ваша – 3 доллара 69. Шучу, вы стоите минимум 4. Но так как у всего есть цена, компании могут хитро сделать цены более привлекательными. Скажем, у меня две ручки. Ручка А стоит 2 доллара, а ручка Б – 4. При цене 1,99 за ручку А и 4 доллара за Б лишь 18% купили бы вторую. Но если А стоит 2 доллара и Б – 3,99, то процент вырастет до 44. Когда наибольшая цифра сокращается, покупатели думают, что покупка будет выгоднее. Однако это работает как Уна-реверс. Предметы роскоши продают по ценам с целыми числами, как 40 долларов вместо 39 и 99. Это ассоциируется с качеством. Есть тысячи трюков, от которых зависит цена чего-либо. Многие рестораны убивают символ валюты из меню, чтобы у гостей не возникала мысленная связь с тратой денег. Но еще они убирают некоторые символы из ценника, чтобы он казался приемлемым. Сейчас объясню. Оба хот-дога стоят 12 долларов. Но если подчистить цену у правого, вы быстрее прочитаете цену. А меньше усилий – значит больше удовольствия. Социальный эксперимент Сейчас компаниям нужны не только ваши деньги, но и время. Технологические гиганты много лет работали над самыми эффективными способами воздействия, чтобы их продукция стала привлекательнее. И некоторые методы так просты, что вы, возможно, их не замечали. Когда Фейсбук только ввел значок оповещения о каких-либо действиях, он был синим. Но возникла проблема. Никто не пользовался этой функцией. Тогда значок заменили на красный, и внезапно взаимодействие с кнопкой выросло. Не может же быть, чтобы все зависело от цвета, правда? Но так и есть. Красный связан с вниманием и опасностью. И когда мы видим оповещение, то с большей вероятностью его просмотрим. Когда Ватсап добавил значок оповещений, то уровень взаимодействия поднялся на 100 с лишним процентов. К тому же настройки нельзя изменить без сторонних приложений или кодов. Разработчики могли бы добавить функцию выбора цвета для иконок, но это не в их интересах, поэтому они ничего и не сделали. Я чувствую себя как морская свинка, которую красят синий и красный помадой и ждут какую-то реакцию. Бесконечность не предел. У вас бывало, что вы включаете телефон, а пять часов спустя смотрите видео с копибарами? Они такие глупые. Ах, ну вот опять! Легко разозлиться на себя за потраченное зря время, но ваша ли это вина? В 2006 году техногений Азараскин разработал способ оптимизации использования соцсетей. Бесконечную прокрутку. В то время надо было кликать на отдельные страницы, чтобы получить доступ к различному контенту. А бесконечная прокрутка обеспечивала постоянный поток легкодоступного контента, при этом не добавляя никаких неудобств. Однако крупные компании довели это до крайности. Когда мы переходим от поста к посту, наш мозг выделяет дофамин, создавая неврологический мини-каиф. Это заставляет нас скроллить дальше ради приятного чувства. Так постепенно вырабатывается зависимость, вовлекающая нас в непрерывный поток информации. Компании продвигают самый приятный контент, чтобы удерживать пользователей как можно дольше. Вовлеченность означает рекламу, а она означает деньги. Это словно мощный игровой автомат прямо у вас в кармане. Каждый день на скроллинг тратится эквивалент 200 тысяч человеческих жизней. По словам экспертов, это приводит к снижению производительности, проблемам со здоровьем и сенсорной перегрузке. Не хочу повторять ваших родителей, но делайте паузы и выходите на улицу. В общем, встаньте копибарой. Оммм... Сомнительные скидки Я должен кое в чём признаться, но не осуждайте меня. В Чёрную пятницу я атаковал одну бабушку и украл блендер из её тележки. Так нельзя, да, но он был последний, а я люблю сок. Однако компании знают, что такие ограниченные распродажи вызывают ажиотаж и используют это в своих интересах. Согласно отчёту 2019 года, 87% цен на Амазоне в Чёрную пятницу на телевизоры, фотоаппараты и фитнес-трекеры были не дешевле, чем в другое время года. Пользуясь ажиотажем, продавцы заставляют людей принимать поспешные решения. Но Чёрная пятница не исключение, это касается и всяких товаров дня тоже. Эти предложения подталкивают к быстрым покупкам, ограничивая срок действия так называемой скидки. Некоторые сайты даже добавляют таймер рядом с товаром, чтобы заставить покупателей поскорее заплатить. Бывает, что таймеры полезны, например, с билетами, но в основном они просто вынуждают принимать поспешные решения, не думая. Если бы я об этом знал, то ни за что бы не напал на ту бедную старушку. Прости, бабушка. Два по цене двух. Снижение цены – это ловкий способ заставить вас тратить больше. Равно как и щедрые акции. Как-то запутанно? Представьте, вы заходите в любимый магазин купить белую футболку. Ничего особенного и дорогого. Перед вами два варианта. Одна футболка за 10 долларов или две такие же за 18. Что вы выберете? Я дам вам несколько секунд на раздумья. Готовы? Две футболки за 18 долларов – это выгодно, правда? Каждая по 9 долларов, а это чуть-чуть, но дешевле десяти. Но вы же хотели одну футболку. Вы потратите 8 долларов больше на то, что вам не особо-то и нужно. Такие предложения привлекают, так как они кажутся выгодной покупкой, но вас снова заставляют тратить больше денег. Когда увидите их, спросите себя, действительно ли это вам нужно, или просто лучше купить то, за чем вы пришли. Обманные отзывы. Лжераспродажа – не единственный способ онлайн-магазинов сделать товары более желанными. Когда покупаешь что-то онлайн, нужно посмотреть, что другие говорят про ту или иную вещь. Но не всему, что есть в интернете, можно доверять. Не считай меня. Недавно главной проблемой крупных онлайн-магазинов вроде Амазона и Виш стали фейковые отзывы, из-за которых трудно понять, действительно ли товар хороший или нет. Серьезно, оказывается, 61% отзывов на электронику пишут фейки или даже боты. Чего? У меня уже и так проблемы с доверием. И это только верхушка айсберга. Даже настоящие отзывы бывают обманчивы. Например, отзывы на устройство Facebook Portal написали сотрудники, которые его сделали. Конечно же, они будут его расхваливать. В Фейсбуке даже есть группы, предлагающие кэшбэк или ваучеры за отзывы на 5 звезд на некоторые товары. Причем их не надо покупать. Онлайн-магазины могли бы сделать так, чтобы отзывы оставляли только покупатели, но нет. Ведь владельцам магазинов хочется засунуть руки в наши карманы еще глубже. Мне так нравится. Мы все хотим социального одобрения, потому что такова природа людей. В 2007 году инженер Джастин Розенштейн хорошо это знал, когда разработал кнопку «Нравится» для Фейсбука, чтобы пользователи делились виртуальным позитивом. Помните дофамин, про который я говорил? Оценка вашего поста или фотографии тоже дает тот мини-кайф. Но в социальных сетях поняли, что таким образом могут использовать уязвимость людей в своих интересах. Скажем, вы сменили фотографию и немного в ней не уверены. Соцсеть знает, что вы волнуетесь, и показывает фото чаще в ленте новостей друзей. И когда они лайкают или комментируют, соцсеть присылает оповещение, заманивая вас. Там прекрасно знают, как добиться нашего внимания. Конечно, немного похвала — это здорово. Но не за счет уязвимости, используемой на благо соцсети. Сейчас лайки в соцсетях — это как своего рода социальная валюта. Чем их больше, тем важнее и влиятельнее кажется человек. Если ваш пост не набирает столько лайков, сколько вы хотели бы, это может подорвать самооценку, и вы станете зависимы от социального одобрения. Похоже на ужасного кукловода. Так что помните, нам всем нравятся популярные посты, но ничто не сравнится с любовью друзей в реальной жизни. Вам правда нравится? Соцсети вредны для нас, какой сюрприз? Скажите мне то, что я не знаю. Ладно, вы напросились. Ваши лайки в соцсетях собираются для того, чтобы компании могли узнать о вас побольше. Эээ, что? Клики, подписки и лайки, которые вы оставляете по всему интернету, могут раскрыть вашу ориентацию, политические взгляды, религию, интеллект и эмоциональность. Согласно алгоритмам, любители новостей, голоса Моргана Фримена и картофельных колечек, как предполагаются, весьма умные люди. А вот поклонники Харли Дэвидсона и Бретта Майклса не отличаются высоким интеллектом. Это не значит, что мотоциклы любят только глупцы. Но алгоритм, использованный в исследовании Кембриджа в 2013 году, которым оскормили кучу данных, показал, что люди, которые любят вещи вроде Харли Дэвидсон и взаимодействовали с постами на эту тему, обычно набирали низкие баллы в тестах на интеллект. Инструмент машинного обучения мог предсказать разные факторы. От развода родителей пользователя и его совершеннолетия, до алкоголизма и наркозависимости и не только. И все это только для того, чтобы люди видели в соцсетях тот контент, который лучше всего подходит их характеру. Довольно страшно, что когда предсказания проверили, выяснилось, что их точность составила 95%. Но что, если вы не хотите делиться такой информацией? Ну, ее продают компаниям и правительствам каждый раз, когда вы заходите в соцсеть. Они знают все ваши секреты. И все потому, что вы лайкнули пару постов Кэти Гриффин. Впрочем, реалити-шоу были главным событием на ТВ в 2000-е годы. Так что я понимаю. Точка невозврата. Что может быть печальнее, чем купить себе какие-нибудь кроссовки, например, и выяснить, что они тебе не нравятся? Но есть две недели на их возврат, спешить некуда. Иронично, что такая щедрая политика часто работает на руку компаниям. Чем дольше покупка остается дома, тем больше вероятность, что мы к ней привяжемся. А еще мы будем больше доверять компании и покупать у нее. Не верите? Американский магазин «Запас» выяснил, что клиенты с высокими показателями возвратов наиболее ценные для бизнеса. Он предлагает возврат в течение 365 дней. А если купить 29 февраля в високосный год, срок возврата продлевается до 4 лет. С ума сойти? «Запас» понял, что если сосредоточиться на удержании клиентов, а не увеличении первоначальных продаж, покупатели будут более лояльны и вернутся в магазин. То есть обе стороны довольны? Наконец-то что-то приятное? Вот такие трюки мне нравятся гораздо больше. Подлые подписки. Если вы сидите на крупных сайтах, то наверняка видели кучу предложений подписаться от жадных до ваших денег компаний. Они очень ловко берут с вас средства за то, что в большинстве случаев имеет низкую стоимость. Во-первых, они рекламируют подписку везде, от подкастов до соцсетей и даже в некоторых СМИ. Также предлагаются скидки в 50% или первый месяц бесплатно, и в конце концов люди сдаются и решают попробовать. А потом кажется, что отписка просто не стоит того. Если я не буду платить 8 долларов за аудибл, которым не пользуюсь, моя жизнь станет лучше? Может, я скоро полюблю аудиокниги? Звучит знакомо, да? И если подсчитать, несоответствие между стоимостью и использованием услуг ужасно, но это так удобно. Зачем идти в магазин за продуктами, когда служба доставки привезет все прямо домой? В том-то и дело. Вам не дарят что-то потрясающее или хорошее, это просто достаточно привлекательно, чтобы вы не отписались. Абонементы в спортзал – это вообще сплошная инерция. Люди платят за них, а потом не ходят. Ладно, в этом и сам виноват. Люди, которые платят больше 70 долларов в месяц, тратят на 70% больше, чем за каждый визит. Но мы обманываем себя, что пойдем, и это перевешивает все остальное. Сейчас вернусь, надо отменить все подписки. Или может подождать еще один месяц? Гендерное неравенство. В детстве я любил мальчишеские штуки. Спорт, машины и стрельбу по коту из нервбластера. Прости, Барсик. Но с возрастом гендерные различия стали казаться глупыми. Жаль, что производители так не считают. Вот расчески. Голубая для храбрых мальчиков, а розовая для красивых девочек, конечно. Казалось бы, что такого. Но несмотря на то, что они одинаковы во всем, кроме цвета, розовая расческа почти в три раза дороже голубой. И это не единичный случай. Вот наборы для отелей. В них абсолютно одинаковые предметы, но розовый на 2 доллара 40 центов дороже синего чемоданчика. Есть много предметов, бритвы, ручки, и в среднем женщины платят на 37% больше, чем мужчины. Но бывает и обратное. В Британии выяснилось, что увлажняющие кремы для мужчин стоят в три раза дороже, чем женские эквиваленты. Может, поэтому британцы так выглядят? Суть в том, что компании укрепляют гендерные стереотипы о том, что для женщин самая главная красота, или что мужчины редко за собой ухаживают, и все ради прибыли. Британское правительство даже запретило рекламы с вредными стереотипами, вроде тех, что мужчины не меняют подгузники, или женщины плохо водят. И если вы думаете, что это происки либеральных снежинок, то вы не понимаете, как это бывает опасно. Реклама не просто продает товар, она показывает ценности и ориентирует нас в обществе. И большинство стереотипов даже не соответствует действительности. Как про женщин-водителей. Мужчины в три раза чаще попадают в ДТП, но это в рекламе не покажут. Это, конечно, мое мнение. А вы поделитесь своим в комментариях. Высокий полет, высокие цены. Путешествие – одно из лучших удовольствий. Но любите ли вы города и пляжи, вы наверняка замечали, что компании завышают цены, даже когда вы просто смотрите. Представьте, вы выбрали, куда отправитесь, нашли рейс, потом поискали отель и вернулись купить авиабилет и бум! Всего лишь за пять минут вполне дешевый рейс внезапно стал намного более дорогим. Почему? Продавцы билетов используют систему, которая отслеживает продажи и спрос на каждый авиарейс и очень чувствительно к повышению трафика сайта. Когда больше людей проявляет интерес, цена повышается. Но если она растет так, что люди не хотят покупать билеты на рейс, тогда цены начинают снова снижаться. Цель этой системы – найти подходящее место для нужного клиента в нужное время. Получается, что пассажиры одного рейса, вероятно, платят разные суммы за в целом одинаковые места. Это происходит и в других сферах. Популярная компания Airbnb тоже стала постепенно поднимать цены с каждым визитом. На этом сайте независимые домовладельцы сдают свою недвижимость туристам. Но дополнительный доход от повышения цены не передается хозяевам жилья, о нет. Он отправляется премьяком в карманы компании. Эх, видимо, мне не суждено отдохнуть в райском местечке и придется снова поехать к бабушке в деревню. Нет, бабушка, прошу, не надо поцелуйчиков. Агенты обмана Мама говорила мне не есть желтый снег. Это один из двух лучших советов, которые она давала. Второе-то, что агенты по недвижимости хитрые. В 16-м году риэлторов в Британии уличили в так называемой практике жонглирования порталами. Это простая схема. Дом снимают с продажи и снова выставляют, чтобы дата обновлялась и казалось, что это свежее предложение. Потом появляется невинный покупатель, который выбирает только что выставленное жилье, думая, что ему повезло. Но он не знает, что на самом деле недвижимость не могут продать уже много лет. Выставляя жилье заново с малейшими изменениями, риэлторы могут манипулировать рынком так, чтобы предложение казалось более желанным, чем на самом деле. Дошло до того, что британские власти признали жонглирование мошенничеством. Серьезным преступлением. Хотя наверняка нечистые на руку агенты по недвижимости все еще это проворачивают. И на них надо жаловаться. Сладкая ложь Я весь год пытался подготовить тело к прошлому лету, но когда пришел на пляж, то выглядел как сырая курица. Оказывается, все эти полезные продукты без сахара на самом деле вообще не полезны. И они даже не без сахара. По закону они могут содержать до полуграмма сахара. Но проблема не в этом. Чтобы компенсировать его нехватку, в продуктах часто содержится ужасно много жира. И поэтому они такие же вредные, если не хуже. Во многие продукты также добавляют заменители сахара, которые называют более полезным вариантом, но вообще-то они хуже. Подсластители с нулевой калорийностью повышают риск ожирения и диабета второго типа, а также плохо влияют на метаболизм, аппетит и бактерии кишечника. Компании знают, что мы больше заботимся о здоровье и пытаются нажиться на этом. Рынок здорового питания сейчас оценивается в 841 миллиард долларов. Это много денег. Так что если хотите похудеть к лету, помните, что всего хорошо в меру. И счастье – это здоровые отношения с едой, а не с весами. Фух. Ну вот мы и дошли до конца видео. Как-то все это пугает. Какие из этих трюков удивили вас больше всего? Расскажите в комментариях. А я пока построю хижину в лесу без интернета. Спасибо за просмотр.